ТРАССА СТО ОДИН Приветствую! В эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Кировской области стартовала неделя дорожной безопасности. Её основная цель информирует госавтоинспекции повысить защищённость юных участников дорожного движения. Именно им, и пешеходам, и пассажирам сотрудники ГИБДД в ближайшие дни будут уделять особое внимание. По данным дорожной полиции, с начала этого года на автотрассах нашего региона погибли трое детей. Травмы получили почти 180. ТРАССА СТО ОДИН Компания Киа запустила в нашей стране программу аренды автомобилей сроком от одного дня до одного года. Доступны для проката пять моделей. РИО, СЕЛТОС, СПОРТЕЙЧ, СОРЕНТО и КА-5. Стоимость разная. От 27 тысяч рублей в месяц за РИО, если берёшь его на год, до 52 тысяч рублей в месяц за СОРЕНТО. Предложение пока действует только в семи городах. Самый близкий к нам – Альметьевск в Татарстане. ТРАССА СТО ОДИН Интересную задумку собираются реализовать в Москве. Проект называется «Народный каршеринг». Суть в том, что любой автовладелец сможет сдавать свою машину, когда он ей не пользуется, в краткосрочную аренду. Всё будет делаться через мобильное приложение. Причём гражданин будет лично решать, кому дать авто, а кому нет. И назначать место и время, где транспортное средство следует вернуть. ТРАССА СТО ОДИН Историческое событие. Впервые в России с помощью машины с автопилотом удалось доставить груз из одного города в другой. Как информирует издание «За рулём», речь идёт о беспилотной «Газели», которая перевезла энное количество фруктов и овощей из Владимира в Москву. Это порядка 200 километров. Грузовичок двигался ночью. В кабине находился человек, готовый в случае чего взять управление на себя. Но техника сработала на отлично. Так что, газелисты, начинайте подыскивать другую работу. ТРАССА СТО ОДИН Любопытную особенность выявили австрийские исследователи. Чем короче поездка на авто, тем выше риск попасть в аварию. Эксперты, надо отдать им должное, проанализировали данные о более чем трёх миллионах поездок сорока тысяч автолюбителей. Выяснилось, что четверть всех ДТП случаются в первые три минуты нахождения за рулём. Меньше всего рискуют те, кто сидят за баранкой от 10 до 20 минут. Вывод прост. Говорят специалисты, надо побуждать людей преодолевать небольшие расстояния пешком, а не на автомобиле. На этом всё. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эха Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова